Это потребности? Это потребности? Конечно. Да. Да, да, да. И когда мы начинаем реально их удовлетворять, когда мы становимся целеустремленными, общительными, любопытными, вот это вот дает нам как раз возможности гибко относиться к своим эмоциональным сценариям. Обнулять, а потом ставить цели. Помните вот эту вот песню «Да, я готов унизиться?» Да, я готов унизиться. Это как там? Но лишь бы что-то там к цели хоть чуточку приблизиться. Песня как «Арабаса-Барабаса» из известного фильма про Буратино. Если есть цель, там извиниться, ради бога, если у тебя есть цель. Но зачастую как бывает, ты знаешь, что ты извинишься и ты получишь свою цель, но нет же. Эмоциональный сценарий. И ты уже думаешь, что вот этот эмоциональный сценарий «Да, я плевал на всю свою оставшуюся жизнь, лишь бы мне сейчас отработать сценарий». Ну, вернее, ты даже не думаешь. О, сценарий имеет тебя. А потом заканчивается, и ты думаешь, блин, ну это же было несложно, это же такая офигенная цель и такие простые действия. Ну, матрица, matrix has you. Вот эти вот сценарии, вот когда начинаешь понимать свои сценарии, вот, чётко хотя бы знать, если я попадаю два раза, и у меня вот это вот происходит часто, происходит не то, и это плохо влияет как раз на мои долгосрочные цели, черт подери, это матрица. И эту матрицу следует, ну, как минимум обнулить. Как минимум обнулить. И я понимаю, что на первых порах вот действительно задача, задача действительно достаточно проста. То есть ты думаешь о какой-то ситуации и меняешь своё эмоциональное отношение. Ты ищешь в этой ситуации, что, ну, там разные варианты, либо что-то смешное, либо что-то спокойное, либо там то, что будет хорошо после. Потому что, в конце концов, вот на этих вот восьми, до меня сейчас что дошло-то? Что практически, да, что практически вот эти вот восемь наших рецептов о том, как испытывать эмоции, на них строятся очень многие пресловутые нелперские техники.